Здравствуйте! В студии Анастасия Дороган и в ближайшие полчаса о главных событиях недели. На этой неделе правительство края работало в Москве на днях Алтайского края Совета Федерации. Главная задача этого мероприятия – заручиться поддержкой федеральных властей и получить финансовую помощь для реализации конкретных объектов, каких и определялась в Москве. В частности, речь шла о финансовой помощи региону для нового этапа переселения людей из аварийного жилья. В последние годы в крае активно расселяли дома, признанные аварийными, до января 2017 года. Эта программа была рассчитана до конца 2025, но краю выполнил до конца 2023. Мотивация и готовность работать должны представить край в хорошем свете и склонить федеральные власти к нашей поддержке. На данный момент в крае нужно расселить почти 500 аварийных домов. Конкретно в Барнауле в этой очереди на данный момент 146 домов. За последние годы в краевой столице расселили больше 200 аварийных зданий, в которых проживали больше 4000 жителей. Специалисты приводят статистику. В 2022 году в Барнауле снесли 51 аварийный дом и разработали 98 проектов на снос. В 2023 году под снос пошло уже 90 домов, а проектов подготовили 55. В 2024 году на данный момент уже 26 квартирных домов снесено. 21 проектно-смертная документация разработана. На сегодняшний день 9 домов под сносом, то есть в процессе сноса. То есть процесс не останавливается. По словам Виталия Ростова, активный снос на потоке происходил в течение 2023 года. Сейчас этот процесс носит точечный характер и затрагивает не только поток, но и центральную часть города. Кстати, по мнению эксперта, люди могут продлить жизнь своим домам. Ведь все мы знаем случаи, когда здание 50-х годов успешно эксплуатируется и находится в хорошем состоянии. Все дело в позиции самих жителей, уверен специалист. И их желание к совместным усилиям ради общего многоквартирного дома. Самое главное, жители должны понимать, что многоквартирный дом, в многоквартирном доме они нанимают сами свою управляющую компанию. И должны следить за этой управляющей компанией. Все зависит, точнее не все, очень многое зависит от содержания дома. Есть и дома, которые 50-х годов постройки, они в хорошем состоянии, потому что жители любят свой дом, потому что жители нашли управляющую компанию, нашли подход к управляющей компании и содержат свой дом. Но мы должны прекрасно понимать, что за счет текущего содержания, которое было 10 лет назад, невозможно сейчас содержать дом. Цены выросли, поэтому и необходимо прорабатывать вопрос и по поднятию тарифа с управляющей компанией прорабатывать. Один из немалой важных вопросов, и мы жителям советуем, с управляющей компанией часто говорим, план работ составлять. И законодательство наше говорит об этом. План работ необходимо составлять на будущий год, согласовывать с советом дома, либо с самими жителями на общем собрании, и идти по этому плану. В соответствии с этим планом и текущее содержание выставлять. Также второй вопрос, это, наверное, капитальный ремонт домов. Необходимо его делать. Есть краевая программа капитальный ремонт. Все многоквартирные дома, которые не признаны аварийной, включены в эту программу, но они включены в определенные периоды. Можно актуализировать эту программу на более ранний период, видят жители, что крыша бежит, а ремонт крыши поставлен на 29-31-е года. Можно актуализировать. Это также экспертизу заказывают. Экспертиза говорит, да, крыша в плохом состоянии. Просчитывают тариф, который необходим на капитальный ремонт, и заявляется в администрацию города на комиссию об актуализации программы с повышением тарифа, с экспертизой. И передвигается, допустим, с 31-го года на 27-й год. Тем самым сохраняет и свое имущество, их не топит постоянно, но и крышу отремонтирует. И процент износа меняется сразу же. Надо любить свой дом. Кстати, кровля — это первое и главное, за чем нужно следить в МКД? С нее все проблемы начинаются? Следить нужно за всем. Нужно постоянно, и управляющая компания знает об этом, есть постановление об устройстве в 70-е, что два раза в год, это минимум, должны составляться акты осмотра осеннюю-весеннюю. Но вообще есть мастера, которые, следя за своими домами, знают проблемы, и они должны эти проблемы решать, предлагать жителям и так дальше. Поддержит ли федеральная власть Алтайский край в этом вопросе, станет понятно уже скоро. Но все презентованные в Москве проекты получили одобрение. Вопрос лишь в сроках реализации и объеме финансовой помощи. Мои коллеги расскажут об итогах дней Алтайского края в Совете Федерации. Обходной путь вокруг Барнаула строить не будут. О необходимости дополнительной дороги в краевой столице говорили много лет. Такая мера снизила бы нагрузку на городские магистрали и сэкономила время транзиту. Причина отказа – большая стоимость. Обходной путь оценили в 70 миллиардов рублей. Поэтому на Совете Федерации во время Дней Алтайского края наши чиновники предложили другой проект, который в 10 раз дешевле. Речь о расширении пригородных дорог и постройке развязок в Ленточном Бару. Одну из них уже заканчивают. Ну и логическим завершением будет строительство транспортной развязки в месте окончания этой дороги на пересечении с улицей Лосихинской. Проекты, которые обсуждали в Москве, касались не только Барнаула. В вопросе инфраструктуры правительство предложило ремонт важных объектов в других точках края. Как правило, это были объекты с давними большими проблемами, устранить которые край за свой счет уже не сможет. Один из них проблемных, из проблемных вопросов, которые мы сегодня выносили – реконструкция, а правильно, наверное, будет сказать, уже строительство с учетом большого износа более 90% главного канализационного коллектора в городе Рубцовске. Здесь тоже требуются очень большие вложения. Это порядка миллиарда рублей. В сфере ЖКХ и жилищной политики одной из самых интересных идей стало создание муниципального жилья в деревнях. Туда будут заселять молодых специалистов, в которых так нуждаются районы. Например, врачей и учителей. Всего планируется построить 60 многоквартирных домов за 7 миллиардов рублей. В сфере образования и культуры края было выдвинуто 5 проектов. Один – музыкальная школа в квартале 2001 в Барнауле. Еще две – инициативы реставрации приспособления под дома детского творчества пассажей Фирсовой II в Бийске. А также строительство новых школ. Например, в квартале 2033 краевой столицы. Нужны школы, особенно там, где у нас сегодня идет бурное развитие, скажем, того же Барнаула. И поэтому нужно строить новые школы в новых микрорайонах. Стоят вопросы, связанные с тем, что некоторые ситуации такие, например, как в Камниной Аби, надо школу, которая уже не имеет перспективы для дальнейшей работы, надо вместо нее строить новую. Делегация края просила поддержать и проекты по здравоохранению. Речь идет о капремонте инфекционного отделения в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства и создании операционного блока в региональной больнице скорой помощи. А в сфере спорта край отчаянно пытается завершить строительство крытого катка для спортивной школы Олимпийского резерва по хоккею. Совет Федерации дал добро. По достоинству оценили сенаторы и проекты по сельскому хозяйству. Наиболее остро стоит вопрос по укреплению берега реки Катунь на территории села Срос Кибийского района. В селе сложилась критическая ситуация, связанная со значительно возросшие последние годы интенсивностью процессов берега обрушения. Под угрозой уничтожения находятся жилые дома, предусадебные участки, производственные площадки крестьянских аэстов. А еще краевые чиновники рассказали сенаторам об увеличении оплаты труда госслужащих в регионе и предложили свою идею по улучшению этого аспекта. Вот та субсидия, которая идет с федерального бюджета по поддержке регионов в части повышения зарплаты, она должна быть соизмерима с повышением минимального размера оплаты труда. Вот мы за последние пять лет заработная плата в Алтайском крае выросла на 191%. А федеральная помощь практически осталась на уровне. Сенаторы поддержали идеи, которые предложила наша делегация в Совете Федерации. Однако срок реализации у всех разный. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. За то время, что правительство края работало в Москве, мы поговорили с экспертами и узнали, что еще стоило бы создать в Алтайском крае и как бы это повлияло на наш регион. Если брать какую-то имиджевую, какую-то понятную с экономической точки зрения, с политической, все-таки, как было в Советском Союзе, Алтай жить не в Сибири, так это все и останется. Но, соответственно, чтобы у тебя дальше развивать территорию сельскохозяйства, путем сельскохозяйства, тебе необходимы электрические мощности, мощности для хранения и, главное, глубокая переработка продуктов сельского хозяйства. Основные истории будут направлены сюда. Дальше, если ты это будешь производить, перерабатывать, тебе это надо перевозить. И здесь вот дороги, это тоже большие инфраструктурные проекты. Соответственно, все это будет требовать и бюджетных вложений финансовых, и одобрения. И поэтому, с точки зрения политики, эти отрасли будут наиболее активно лоббировать своих представителей и пытаться делегировать во все уровни власти. Вообще, если помечтать, все-таки, по вашему мнению, чего сейчас инфраструктурного не хватает Алтайскому краю? Опять же, мы вспоминали, например, Третий мост проекта. Вот в любом случае, в первую очередь, да, это дороги. Опять же, вот тот же Третий мост и объезд вокруг Барнаула. Необходимо транспортно разгрузить. Четырех полоска через Монголию, на Китай, рынки сбыта. Причем, в первую очередь, рынки сбыта именно для алтайских производителей, именно для производителей сельхознаправления. Все-таки, практически, тяжело от нас в центре континента. И до портов увеличение вот этого логистического плеча очень сильно уменьшает маржу для крестьянина. Да, у нас большой урожай плохо, маленький урожай тоже плохо. Опять же, отсюда все-таки создание здесь, в Алтайском крае, большого логистического центра. То есть, у нас либо на Валтайск под это, да, в том плане, чтобы все-таки можно было проще, быстрее перевозить грузы. Это тоже уменьшает себестоимость любых произведенных вещей. Поэтому дороги в данном случае одно из первых направлений. Возможно, это было бы, конечно, что-то связанное с электроэнергетикой. Таких проектов, я, насколько я понимаю, нет, таких крупных. Но это бы решило как раз вопросы нашей энергозависимости, тарифного регулирования. Потому что не секрет, что наша промышленность, конечно, себестоимость ее повышена. По сравнению с той же Кемеровской областью, за счет того, что тарифы на электроэнергию у нас высокие. Но мы, мы как энергодефицитный регион. И поэтому, возможно, здесь крупные проекты в части электроэнергетики были бы, наверное, жизненно необходимы. Может быть, они были бы поддержаны. Я не говорю про атомные электростанции. Ну, может быть, что-то вот в этом направлении, в области развития электроэнергетики надо двигаться, конечно. Это бы здорово улучшило инфраструктуру. Уголовное дело в отношении бывшего директора агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной передано в суд. Ее обвиняют в хищении 121 миллиона рублей. Краевая прокуратура утвердила обвинительный приговор. По версии следствия, в 2021-2022 годах Людмила Авдюхина совершила хищение денежных средств у 22 клиентов, которые планировали приобрести жилье под видом заключения договоров без возмездного охранения. Еще 9 человек передали ей деньги, как они думали, для участия в инвестиционных проектах. Так, директору «Жилфонда» удалось заполучить 121 миллион рублей, а после покинуть страну в конце 2022 года. Свою вину Людмила Авдюхина не признала, но стороны обвинения достаточно доказательств. В частности, МВД «Края» предоставила видео, где видно, как Авдюхина забирает деньги из сейфа вместе с документацией. Уголовное дело направит на рассмотрение в Индустриальный районный суд. Следователи выясняют обстоятельства перестрелки в Первомайском районе. Накануне в селе Боровиха группа лиц в масках устроила разборки. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Все это произошло недалеко от кафе, в котором отдыхающие коротали вечер. По данным правоохранителей, в результате перестрелки пострадали 4 человека. Один из них получил тяжкий вред здоровью. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время в результате следственно-оперативных и разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан 41-летний местный житель, который проверяется на предмет участия в происшествии. Следователями следственного комитета проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и иных участников преступлений. Практически сразу после происшествия в сети стала появляться различная информация, порой противоречащая друг другу. Вот какой отзыв мы получили у одного из местных жителей. Даже если кто-то что-то знает, вам не скажут. Почему? Зачем? Найти свидетелей или тех, кто что-то слышал или знает, не удалось. Или в Боровихе предпочитают не выносить створ из избы. Бар, у которого и произошла потасовка со стрельбой, работает с 11 часов дня. Но в 11.30 дверь все еще была закрыта. По словам местных жителей, об инциденте знают все село. В Боровихе это главная новость недели. Хотя люди признают, что в целом в поселке жить спокойно. Главное избегать потенциально опасных мест, которым предчислили бар. В Барнауле тоже орудует стрелок. Чаще всего он наносит урон автомобилям, которые стоят на парковке одного из домов. Однако жители многоэтажки утверждают, что были очевидцами попыток стрельбы по живым мишеням, птицам и даже людям. Подробности проблемы выясняла наша съемочная группа. Подобные повреждения барнаульцы стали обнаруживать на своих авто недавно. С начала сентября у дома по адресу Попова, 61, Антона Петрова, 235, завелся стрелок, который, как предполагают, пользуется пневматикой. Сначала ребята молодые говорят, что нас здесь лобовое прострелили. Как-то внимания сильное не обратили. Потом, говорят, второй раз прострелили им же. А потом я как-то еду по дороге и смотрю, у меня на лобовом прям большая дыра. Думаю, может быть, где-то камушек отлетел. Потом в подъезд захожу, смотрю, объявление висит. Уважаемые жители, кто еще пострадал от деятельности стрелка. Все жители по телефону. Ну, меня тут, как знаете, кипятком ошпарило. Думаю, да у меня это тоже нифига не камушек. От действий злоумышленника пострадало уже несколько машин. А недавно, по словам людей, полиция задерживала человека, который стрелял из пневматики по автомобилям, голубям и даже якобы из-за замечания избил дворника. Что касается поврежденного имущества, по мнению жильцов, стреляет он сверху. Однозначно, где-то живет он выше четвертого этажа. Потому что, когда у ребят стояла машина за забором, дырка появилась прямо за забором, когда машина на стоянке стояла. Еще одна женщина, откликнувшаяся на объявление, сообщила об инциденте, который произошел 20 мая с утра. Когда подошла к машине, вообще не поняла, что со стеклом. То есть, пассажирское сидение переднее, оно было все в сеточку. То есть, такое, как стукнули его, как будто бы, да, но оно не вывалилось, то есть полностью в сеточку. Но, естественно, я стала открывать дверь, и оно вывалилось. Женщина вызвала полицию и написала заявление. Однако, через месяц ей пришел ответ с отказом в возбуждении дела об административном правонарушении. Так как не выявили, не установили лица, которые подлежат административной ответственности, ну и здесь написано, что незначительный ущерб. Написано, что, согласно данным сайта Дром, стоимость данного стекла составляет 1000 рублей. К слову, заменила стекло женщина не за 1000 рублей, а потратила порядка 15. Проблема есть такая, что зачастую нет фиксации. И однозначно же в пределах одного дома сложно найти, в какой квартире кто использовал. То есть, пневматическое оружие, оно не регистрируется у нас каким-либо образом. Продается оно просто с 18 лет по паспорту. Сотрудников полиции, наверное, здесь прямо ругать неправильно. Другой момент, если не было совершено вообще никаких действий, то есть взяли объяснение у заявителя, и все. На этом дали квалификацию, особо не искали, невозможно установить. В таком случае действие бездействия в данном случае нужно обжаловать в органы прокуратуры как надзорного органа. Однако жители дома переживают не только за свое имущество, но и за свои жизни и жизни своих детей. А пока стрелок не найден, жителям многоэтажки придется чаще смотреть наверх и парковать свой транспорт подальше от дома. А мы обратились с запросом в МВД Барнаула и ждем ответа правоохранителей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, через несколько дней после выхода нашего сюжета сотрудники полиции нашли стрелка. Им оказался местный житель, мужчина, 81-го года рождения, ранее судимый. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства, у него изъят пневматический пистолет и пули к нему, а в квартире обнаружен бинокль. Как сообщили им в МВД по краю, мужчина может быть причастен к стрельбе по автомобилям у многоэтажного дома на пересечении улиц Антона Петрова и Попова. А еще в Барнауле орудует златка. Это насекомое, которое любит питаться ясенем. И за это лето златка съела большое количество этих деревьев. Пока одни горожане узнавали, что в Барнауле растет ясень, другие начали беспокоиться, что из-за вредителя в городе начнут спиливать ясени. Стоит ли этого ждать и почему важно сохранить ясень в современном городе, узнавала моя коллега Юлия Щепина. Такой же ясень еще не обрезанный. Вот классическая такая засохшая верхушка. Соответственно, внизу пороста видно, что они повреждают вредители каналы, по которым идет сок, питательные вещества. Так сейчас выглядят ясени в парке Изумрудный. Причина напасти – жук-вредитель по имени Златка. Налицо засохшее крона дерева, характерные отверстия вредителя на коре и ходы личинок под корой. Ясени погибают достаточно быстро. То есть, получается, сначала они обедают зеленую массу, потом они размножаются достаточно активно в коре, так как один жук может дать до 90 яиц, и при благоприятных условиях, соответственно, ему ничего не будет мешать размножаться и развиваться дальше. Это может достаточно быстро все распространиться на ближайшие насаждения. К слову, страдает не только Изумрудный, но и весь Барнаул. Опасный вредитель уже поел треть городских ясеней. При этом при исследовании личинок, зараженных естественными врагами вредителей паразитоидами, не нашли. В прошлом веке Барнаул массово засаживали ясенем. По словам экспертов, это дерево обладает рядом полезных функций. Да, он не поражается этим ничем. У нас поражается в основном ясень пенсильванский. Есть более устойчивый вид для данного вредителя – это ясень манчжурский. Вредитель сам по себе теперь, ну, вот эта ясеневая изумрудная скотила сладкая, она у нас просто так никуда не денется, то есть с ней нужно бороться. Чтобы избежать вырубки пострадавших ясеней, ученые предлагают ввести паразитоидов, чтобы сдерживать численность вредителя. Впрочем, администрация парка изумрудный уже начала предпринимать практические действия. Заказано у нас исследование Центра защиты леса, которые в ближайшее время должны нам дать оценку вообще состояния зеленых насаждений всего парка. И, в частности, по проблеме ясени тоже мы отдельно их попросим дать нам профессиональную консультацию. Кроме того, мы уже начали вести переговоры с компаниями, которые занимаются как раз продажей специальных препаратов, которые позволили бы этого вредителя, ясеневую златку, победить. В дерево делают инъекции, обрабатывают приствольные лунки. Однако эти работы нужно проводить весной. Поэтому сейчас идет активная подготовка. Постараемся технологию изучить, применить, ну и транслировать на другие территории. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Ученые рассказали, в чем причина нашествия божьих коровок. Сотнями и даже тысячами они прилетают в дома барнаульцев от безысходности. Скоро зима, становится холодно, и божьи коровки летят в поисках лучшей жизни. Эти насекомые ищут место, где они могут перезимовать. Если раньше в лесу было очень много старых деревьев, а в наших парках было много старых деревьев, то, с одной стороны, благоустройство парка приводит к тому, что таких деревьев становится все меньше и меньше. И, естественно, они уходят из леса, уходят из парка и идут к нам домой. Взяли, отпустили на свободу из своей квартиры. Не уничтожайте, они нам еще пригодятся. По словам ученых, божьи коровки несут большую пользу. Они в больших количествах уничтожают тлю. Еще одни насекомые, которые сейчас устраивают массовые сходки – клопы. Эти кадры сняты на берегу Телецкого озера в Горном Алтае. Энтомологи и раньше фиксировали массовые осенние миграции клопов. Они также ищут укромные места, чтобы благополучно перезимовать. Субтитры создавал DimaTorzok